Переходим дальше. Давайте к основной повестке дня. Разъяснение по поводу кредитования жилья для пожарных спасателей со стороны ГСМС Украины. Докладчик не поднимается, а поднимает бокал пива. Формат непривычный. Давайте за ним завизим, чтобы мы вас отцепили с квартир. Как прекрасно. Молодцы. Все, все расслаблены. Поехали. Постараюсь все это коротко, конечно. Но главное, чтобы люди поняли. Да, доходчиво. Есть постановление, согласное постановление, утвержденное Кабинетом Министра Украины. От 14 ноября 2018 года. И оно уже с изменениями. Были внесены изменения номер 370 от 17 апреля до 2019 года. Какие были изменения? Поменяли квадратуры. Были сначала меджики, там по 30 квадратов. Сейчас они изменили. На квартирном учете уже стоять не надо. Убрали квартирный учет. Вы можете за это уже... Забыть. Да, забыть. Что вообще, в первую очередь, нужно сделать? Вы обращаетесь от сектора в ЖТУ забеспечения. По поводу управления. Я потом могу всем дать номер телефона. Или могу сказать сразу... Вы скажите в камеру. Рабочий телефон 371 29 33. Зовут Дмитрий. Зовут Дмитрий. Я уже говорил Дмитрий. И есть еще подчиненная. Один фонд, которая Алисина. Она тоже в пульсе и тоже может вам дать концентрацию. Допустим, вот вы услышали эту программу, заинтересовались. В первую очередь, вы пришли к нам. Мы вам как бы рассказали. Вы посчитали постанову обязательно. Ну, это тоже даже наше дело вам тоже рассказать. Но для себя вы тоже должны ознакомиться не обязательно. Потом, первое условие. Вы подаете электронную заявку на сайте ДСНС. Выбираете раздел Деяльность. Раздел пильговый лизинг. И там будет заполнен электронную заявку. Можно сразу поставить? Скажите, если кто-то не знает, как пользоваться. Можете тоже оброчтиться. Мы вам тоже поможем. То есть можно к вам подойти? Да, конечно. Вы покажете или с телефоном, или с ноутбуком. Или вы прямо у себя. Я могу это все по телефону объяснить. У меня сколько уже людей. А если нет телефона, ничего. Вы можете со своего, допустим, кабелью поражать? Если человек не умеет даже пользоваться, конечно, пусть подходит. Мы поможем. То есть вы сделаете всегда? Мы с вами вместе с нашим сотрудником заполним. И это тоже. Спасибо. В таком случае мы не отказываем от указания. Второе. После того, как вы подали заявку, согласно постановлению, есть перечень документов, которые вы должны подать тоже в сектор жидового забеспечения. Про документы рассказывать? Да. Да, да. Вкратце, копия паспорта всей страницы, копия инвестиционного хода, то есть копия, если женатый, то копия по браке, если есть дети, тоже копия родительского рождения. Средиодержа рождения. Средиодержа рождения. Средиодержа рождения. Вы берете их в лотере у себя, в подразделении, или если вы в лавном управлении работаете, в лавном управлении, это в лотере. За последние 6 месяцев, за полгода. Второе. Это вот такая доведка самая тяжелая, которая делается 2 недели. Ну, там, если у кого-то есть связи, то можно ее быстро достать. Доведка про регистрацию места проживания. Каждого человека на семье. Если есть наш заявитель, жена и ребенок, на каждого дается этот... она берется в сцена, в центре надания административных послуг, или по местопрописке вашей. Ну, как бы тут... Называется, это дата 13. Ну, где-то, чтобы легче было. Третье. Доведка про выслугу уроки это ограниченный век. Она берется в кадрах. Тоже в подразделениях ваших или... Так. Ну, все, я так... Если есть корочка участника, то здесь тоже копия прилагается. Ну, она... Иролия такой не играет. Мы просто, как бы, есть документы. Так, документы... Вы принесли нам документы. Мы на вас сделали дело. Все у папочки. Все у нас... Мы это все храним. Вы пишите рапорт на начальника управления, что я хочу участвовать в этой программе. Мы регистрируем, записываем вас в журнал регистрации. Вы становитесь на очередь. Только вы становитесь на очередь в главном управлении пока. Ну, как бы, в ипотеке вы еще там не считаетесь. Вы уже полноценный участник этой программы. После этого мы предлагаем вам квартиры. У нас есть уже, как бы, свои застройщики, которые уже проверены. Те, которые уже купили квартиры, ипотечное учреждение. Мы предлагаем вам их. Сразу говорю, с ремонтом очень тяжело найти квартиры. Обычно это новострои. Это пустые квартиры. Ну, без запутания. Без литерства, без ничего. Но это квартиры, которые уже сданы, или еще... Обязательное условие для ипотечного учреждения. Дом должен быть, там быть, подавшись. Это обязательно. Обязательное условие. Короче, литерство только в квартиру, и все. Да, все коммуникации введены. Можно, мы, как бы, работаем такими застройщиками. Могу перечислить. ЖК Олимпийский. Три квартиры куплены. В том году, в 2019, нашим сотрудником. ЖК Молодежный. Вот он сейчас должен вестись в эксплуатацию. Это на Фрунзенском. ЖК Олимпийский на Левобережном Третьем. Работаем ЖК Счастливый. Запоревское шоссе. Тоже одну квартиру купили. И еще 4 сотрудника у нас находятся на очереди в ипотеке на покупку. Тоже в этом квартире. Так, потом... Приблизительно квартира сколько стоит в Луково? Приблизительно в Днепре. Где-то миллион... Вот ЖК... Сейчас скажу вам. ЖК Олимпийский. Трехкомнатная квартира обошлась нашему сотруднику 1.488. Гривен? Ну, два миллиона. Это... Как там лучше автоматизировать? Ну, там сделана была стяжечка. Установлены радиаторы, батареи как бы... Ну, все пусто, все... Витражные окна. Еще скажите такой нюанс очень важный. Люди получают 10 тысяч зарплату в среднем. Я знаю. Скажите, сколько они в месяц должны... Рассказываю. Так, в месяц самый большой платеж у нас, который сейчас выходит, сотрудник платит 5 тысяч. 5 тысяч гривен тело кредита. Самый маленький это 700 гривен. Это кривой рог, не продерживаясь. Ну, соответственно, там квартиры дешевле. Там квартиры по 500 тысяч. Проценты. Вы только платите тело кредита. Только? Только тело кредита. Процентов нет вообще? Проценты за вас платит государство. Компенсация. Это должны люди. Рассказываю право о компенсации. Вы можете участвовать в программе от 2 лет в услуги. Если есть уже повода, вы можете участвовать. Компенсация начинается с 5 лет. От 5 до 10. 10 процентов государство компенсирует. От 10 до 15, 20 процентов. И больше 15, это максимум уже 30 процентов. А если есть квартира, второй можно? Если у вас есть личная квартира, вы можете участвовать в этой программе. Если это сплачено, вы тоже можете участвовать в этой программе. Если это службовое житло, вы не имеете права участвовать. Вы должны отказаться от службового житло, то, что надо на государстве. Раньше же не было такого. Не было. Потому что тепла раньше не было. Да, когда тепла не было. А скажите, изменения какие-то произошли? Ну, изменения произошли, только в плане, убрали квартучет и квадратуру сейчас вам расскажу. Квадратура, да. Потому что бывало тогда... Квадратура, там было минимальное 30 с чем-то квадратов было. А сейчас они сделали. Один человек, наш сотрудник, один человек, полагается, однокомнатная квартира 52 с половиной квадратных метров. Ну, обязательно однокомнатная. Субтитры создавал DimaTorzok